Ребята, привет! Вы на канале Полинс. Сегодня я не одна. Сегодня я вместе с моей подписчицей Наташей, которая согласилась рассказать вам о работе во Вроцлаве, потому что очень частые вопросы задают, где можно устроиться, особенно для женщин с двумя детками, вообще для переезжих, скажем так, где можно найти хорошую качественную работу. По этому всем мы с ней поговорим с Наташей. Наташа у нас переехала из Ивано-Франковской области, но я думаю больше расскажет о себе уже сама. Привет всем! Как уже сказала Оліна, зовут меня Наталя. Я приехала из города Коломейя Ивано-Франківской области. Я працювала довгий час на державной службе в райдержадміністрации и как-то так, ну не знаю, напевно, что эта работа просто мне надоела, не было стабильности в Украине. Человек постоянно по заработкам и как-то мы решили объединяться, переезжать за кордон. Первая наша страна, куда мы попали, это была Чехия. Даже так? Я не знала. Так, в Польщі мы не сразу, первая страна была Чехия, там нам очень понравилось, но поскольку с документами немного тяжелее, с легализацией там, то мы решили все-таки остановиться на Польщі и выбрали место Вроцлав. И вы сразу из Чехии переехали в Польшу? Нет, нет, это был такой процесс. А, потому что вы вернулись домой, да? Да, это процесс четыре года. Мы вернулись еще домой, я еще работала в райдержадміністрации. Цей процесс занял некоторый час. Я вернулася на свою работу на державную службу, но человек продолжал ездить то в Польщу, то в Чехию. И все-таки мы решили как-то объединяться разом и переезжать в Польщу. Обрали мне место Вроцлав, потому что я когда-то была тут на экскурсии, и воно мне очень понравилось. В других местах я даже не смотрела, в принципе. А что по поводу работы ты сразу нашла себе? Я шукала по интернету работу, как и много наших, в принципе. Изначально я мала ехать на какую-то фабрику по упаковке киндер-сюрпризов. Мені навіть зробили запрошение от нее, я приехала. Ну, звичайно, твоей работы не виявилось такою взагалі. А, даже так? Да, даже так. Но я сразу начала шукать что-то друге. И натрапила на агенцию, яка працевлаштовывала на завод LG. Вони мені переробили запрошение. Я, в принципе, долго не выбирала, бо мне нужно было быстро это сделать, переробить то запрошение на друге. И влаштувати здесь на работу, чтобы просто не сидеть дома, так сказать. Переходим к самому интересному. Расскажи про LG. Какие у тебя впечатления, что очень много людей спрашивают? Так. Ну, взагалі, LG – это очень огромный завод, огромная корпорация. Тут, под Вроцлавом, он находится. И это прямо как какое-то небольшое место. Там отдельные названия улиць, LG, Кореальская. Да, кстати, да. И еще там инновационная. Ну, это отдельное место, отдельное життя там. И зависит от того, как завод вы попали. Потому что всюди они выготовляют очень много разных техники. И всюди по-разному, разные условия работы. И условия работы, да? Да, да. И оплата работы, графики. Ну, полностью все может быть по-другому. Я працювала на заводе LG HEM. Сейчас он Energy Солюшн, по-моему, переименовали его. В чем за путь своя работа? Мы выготовляли аккумуляторы до электромобилей. Это была стоячая работа по 12 часов. Мы працювали. О, стоячая. Ну. Важно было немного. Два ночи, два дни, два вечера. Вот таким чином. График сложный. Сама работа не важна. Это руками делаешь. Там соединяешь проводы. На конвейере, да? Да. На конвейере. Иде линия. Каждый... Это должен на скорость получается, да? Так. Это идет на скорость. И каждый имеет свое становиско. И каждый выполняет какой-то отдельный процесс. Хтось там, например, загружает аккумуляторы, несколько штук. Хтось там закручивает болтики. Потом переезжает дальше проводка, подключает. И ты 12 часов делаешь одно и то же? Одно и то же самое. 12 часов. Что? Сама работа не важна. Но мне было очень тяжело там стоять. Например, я сейчас тоже работаю на стоячей работе. Но мне тут нормально. А причина в том, что там очень большие какие-то электромагнитные полы. Или как? Да. Потому что эти аноды, катоды, плюсы и минусы, эти заряды. Я думаю, что оно однозначно впливает. На здоровье. На здоровье. И у меня просто ноги были в конце изменений, как налитые свинцы. У меня такого ощущения не было никогда. У нас там даже была такая штука, на которую мы ходили. Расслаблять, да? Типа ноги. Розмагничивать. Так что по любому там что-то такое есть. Есть. Шкодливые для здоровья. Это однозначно. А перерывы? У 12 часов какие-то перерывы есть? Так, конечно, конечно. Есть перерывы. Но они невеликие. По-моему, 2 перерывы у нас было. Я уже точно не пригадаю. 15 и 20 минут. Даже часа нет в общей сумме на 12 часов. Просто сложно. Я думала, там каждые 2 часа. Может там нет такого. Так. Можливо на других процессах. Ну да. Я понимаю, что ты конкретно то, что ты говоришь. А вас кормили какие-то условия? Там были обиды. Нам выдавали такие карты. На ней щодня закидали по 5 злотых, здаётся. Чи по 10. Ну, одним словом, вистачало этих денег на обид. И мы на ней просто рассчитывали. Нормальный обид, в принципе. Там как разоточная линия, да? Такая. Первое, второе. Напои. Можно было себе что-то докупить, если кому-то не хватало. Например, наличенные деньги на карте. Ага. Також добрый тем, что автобус рабочий привозил, и отвозил безкоштовно. Тобто ты не переживаешь, чем ты маешь доехать на эту работу, вернуться домой. Ну и прямо с дома, то есть не даже кому-то до чего-то доехать. На зупинке, так, но таких зупинок по Вроцлаву много. Много, да? И, взагалі, из разных мест привозят працівники. Тобто маршрутная сетка розгалужена достаточно. А ты подавалась на карту? Можно податься от этой агенции или нет? Я вам не скажу конкретно от этой агенции, потому что я не подавалась от этой агенции, но знаю, что мои коллеги делали себе карты от этой агенции. В целом, там много агенций представленных. На этом заводе, да? Да, на этом заводе очень много. Наверное, больше десяти. Они имеют своих работников, которые там работают. И в каждой агенции так же свои условия, свои ставки за годину. Ага, даже так. Можешь работать в одном заводе, но одни получать больше? Можете больше зарплату, так. То есть, кто как договорился, да? Кто как нашел? Так, так. Кто, как нашел, кто, как собі. И какие же там все-таки зарплаты на тот момент были? Ну, я была два роки тому на этой работе. У меня была, в принципе, низкая ставка. И, если я не помиляюсь, 11,5 злотых за годину. Ну, это даже на тот момент было мало. Это было мало. Просто за счет того, что 12 часов, и оно как-то так набегало, ніби за месяц. Ага. Но там працювали, скажу, мои коллеги, которые получили больше. Даже тогда они просто были працевлаштованы через другие агенции. Даже были такие агенции, которые оформлены в Украине. То есть, эти работники были оформлены в Украине. А они работали вот тут на LG, как и в отряджении. Они тоже получили больше, потому что податки складывались в Украине. И им так было выгоднее. И сколько ты там проработала в Суме? Пропрацювала я там недолго. Три месяца не помню. Пропрацювала я там три месяца. И повернулась в Украину, потому что я планировала забрать своих детей. А, вот. То есть, ты была без них, да? Потому что хотела уточнить, как вы с таким графиком совместите детей. Власне, я еще была таки без них. И это как раз влитку я працювала на заводе. И на вересень хотела поехать в Украину, чтобы как раз перед школой их забрать и сразу тут влаштувати. Моя старшая дочка маленькая, как раз в первый класс. И мне так все подходило. Но приехала я. Мой человек себе запланировал какую-то другую работу. Не в Вроцлаве. И так получилось, что в вересень уже я сюда не повернулася, так как я планировала. А повернулись мы аж в сечение. Ага. Посреди школьного года. Так, так. Получается, моя дочка пішла до школы все-таки в Украине в первый класс. Семестор провучилась. И в сечение, нарешті уже нам получилось. Перед початком цієї пандемии усім спокойно выехать. Что так попало. Не говори, как раз в феврале все началось, по-моему, да? Да, да. Как раз в лютому уже у нас карантин посадили в школе. И я так само свою другую работу шукала по интернету. Наверное, не в фейсбуке, а в вайбере, по-моему, какая-то там группа у меня была. И я побачила, что есть в Вроцлаве на фабрике 3М вакансии. Я чула про нею много хороших отгуков. Ну и решила тоже попробовать. И 10 сечня мы приехали с детьми, а 17 я уже вийшла туда на работу. Ты что, да? Так. А дети с кем? В школе. Дети. Мы сразу их влаштували в школу. А у тебя оба школьного вводства, да? Так. Зарувка. Зарувка и перший класс. Так. Сложно, когда без адаптации сразу их туда. Так. Спочатку было взагалі тяжело. Але просто мы в таком темпе, в таком режиме, в котором мы жили, что мы не встигали усвідомлювати складности всей ситуации просто. Еще так получилось, что места для детей в одну школу не было. А, она была в разных школах. И они были в разных школах, которые были очень далеко одна от одной. Зарувка взагалі была под Вроцлавом, даже не в городе. Дуже много времени шло на доезды, на это все. Но ты совмещала с графиком работы, да? У меня работа в три изменения. И в принципе это мне даже было на руку, потому что изначально я шукала работу, которая была бы только в первую изменение, например, там с восьмой до третьей. Вот, все спрашивают садиковскую смену, потому что люди спрашивают, как можно забирать и отводить ребенка в садик и работать. Так. Вот мне как раз этот график в три изменения подходит. Первый, это со скольки начинается? Первая изменения с 6 утра и до 2 утра. Ага. Так. То есть человек завозит детей до школы, а я уже спокойно их забираю. Вторая изменения с 14 утра до 22 утра. То я зранку можу дитей отводить, а человек забираю. Даааа. Вот так мы комбинуемо все. А ничная изменения мне вообще лучше, потому что она с 22 утра до 6 утра. Я встигаю прийти додому, отвезти их до школы, лягаю себе спать, и потом после обеда их спокойно забираю. Это идеально. Так. Так что не знаю. А я боюсь на ночных смен, а ты видишь наоборот, любишь. Так. Мне нормально. Ты график нормально, ты же засыпаешь в нем, да? У тебя нет такого режима сбитого? Нет, нет, нет. Я уже как-то так, я уже працюю полтора года майже там. Угу. Уже режим настолько налагодился, что мне... Ты не надо объяснять организму, что сегодня утро, надо вставать завтра. Добре, что график еще по тижнях. А, то есть ты одну... Так. Тиждень перша смена, тиждень друга, тиждень третья. Бо, например, то там, как на LG у нас было, то два дня ночь, два дня, и потом два выходных. Вот по два дня это очень мало. Организм не успевает, да? Не успевает, да? Не встигал перелаштываться и... А сколько дней рабочих, столько выходных? Сейчас? Да. Да. А потом спасть в понедельник и выходишь во вторую смену, например? Что мне очень подходит. И что вы тут сейчас, чем работа заключается? Ну так же, это большая корпорация, разные отделы. Есть, которые готовят медицинские пластеры, есть там средства индивидуального захиста, такие, например, для БХП, каски, наушники будильные, наушники для плавцов, затычки такие в ухо, оберуши. О, мне надо. Так. Конкретно я працюю на таком отделе, который приготовляет шумоизоляцию для автомобилей, такого как. И тоже на конвейере тут работа нет? Нет, нет, нет. То трошки иначе, даже не знаю, как это назвать. Ну это не конвейер, просто машина делает определенный элемент, и мы его маем запаковать. То есть у нас зависит, это не есть линия, там одна машина, которая делает эти элементы, и мы их пакуем по мере того, как она их делает. То есть не такая мега-загруженная тут лучше работа? Нормально, так. Мне очень нравится тут работа, и вообще многим я знаю, что она тут нравится, и позитивные отгубки про эту работу, и люди працюют тут по несколько лет, и снова вертаются и вертаются. Это важно. Да, это текущая маленькая, значит тут хорошо. Да, да. И тоже такие условия, что кормят, довозят. Так, так же есть рабочие автобусы, которые довозят из разных частей в Роцлава и из других мест поблизу. Обиды у нас, в принципе, столовая на одному будинку, но, ну, может там есть только те, кто на том будинке працюет, потому что нам до нее далеко идти. И вы просто сами берете, да? Робочий день восемь годин, в принципе. О, даже восемь годин вообще. Да. Восемь годин, так что мы собе берем канаточки, йогурт, это нормально. Ага. Ну, я не буду спрашивать конкретно про твою зарплату, ну, в среднем, вот по Вроцлаву, это нормальная зарплата тут, в этом заводе? Ну, так, я бы сказала, это средняя зарплата, которую зарабатывают на фабриках и на заводах. Между тремя и пяти? Около трех тысяч, если с над годинами, то может быть больше. Ну, я знаю, что если в ночную, то больше, да? Там же надбавка. Если на умове работы, то так. У кого умова злицения, то там нема разницы. Ну, это снова же таки, как договоришься с работодавцем, потому что, даже если на умове злицения, то можно договориться, что тебе так же будут доплачивать над годинами и ночные изменения. Но это опять же через агенцию, да? Так, так. Это через агенцию про это влаштование, потому что на фабрику безпосередно тяжело влаштоваться. Треба уже мать або сталые документы, або гражданство. Ага. Так, что идем до того. Правильно. А вообще вот, Наташа, если бы подсумировать наше с тобой общение по поводу работы, вопроса, особенно для женщин, а что ты можешь посоветовать? С чего начать людям? Дивися, я бы сказала так. В первую очередь не зацикливаться на этих изменениях, потому что первую измену найти работу тяжело. Угу. А працювати при змине целиком можливо. Угу. Даже при наличии двух детей, видите, наоборот, даже плюс оказался. Даже при наявности двоих детей это целиком можливо. И не бояться, кто забрался переезжать, не бояться. Например, я когда переезжала, ну, у меня взагалі не было никакого страху. Да? Хоча у нас тут никого нема, ну, никто не может допомогти, но, ну, мы приехали, взагалі не было никакого страху. Может просто я так сильно уже хотела сюда приехать, что ничего не запиняло. А язык? Вот знание языка нужно вот на таких работах или нет? Ну, дивиться, я, наприклад, працюю опекуном зміни на цьому підприємстві, на своїй зміні. Ага. Бо змін є багато, я конкретно на своїй зміні. Ну, я україномовна. Тобто, коли приезжают працівники теж україномовні, ну, им не особливо треба знати мову, тому що є я. Да. Вони можуть через мене комунікувати, там, з керівництвом, чи, що їм треба, ну, якщо по роботі запитатися щось по-польски, тобто, вони можуть робити через мене. Але взагалі то так, мову польську треба вчити, якщо ви її починете вчити до переїзду, це взагалі ідеально, тому що всюди, в принципі, треба її знати. навіть такі якісь буденні справи, там, покупки, магазин, школа, ужонди, поліклініки, це все треба, заповнити документи, написати, прочитати треба. Так що, мову однозначно вчити треба, але якщо ви приїхали, навіть без знання мови, це нічого страшного, вона швидко, швидко вчиться, коли треба, коли дійсно треба, тоді. Тоді все швидко вчить. Ну, а іскати роботу, от ти говориш, навіть в вайберах, тобто, серед наших вже, ти іскала? Так, так, я шукала серед наших, ну, я всі роботи, в принципі, шукала по інтернету і серед наших. У мене чоловік так само, наприклад, шукав всі роботи через інтернет, але от зараз, наприклад, він вже працює напряму на польську фірму, але все починалося з інтернету. Ага, потім зарекомендував себе, наверное, да, уже какой-то опит. Так, все по цепості, все одне за другим і вже тепер працює напряму. Так що... Все можливо, да? Все можливо. Якщо у вас якісь будуть конкретні вопросы к Наташе, то внизу я закреплю інстаграм і дуже багато полезного інформація вона дає. Я теж її читаю, смотрю. Действительно, полезний блог, тому підписуйтесь на Наташу теж і, можливо, знайте, що-то більш інтересне, не связано з роботою, а може, що-то про Польщу, про побыт, про дітей, про воспитання. Куда поїхати, подорожити. Дякую, дуже багато інформацій, яка буде всім полезна. На цьому у мене все, ребят, якщо у вас є якісь питання, задавайте, підписуйтесь на наш канал. До свидання. Папа. 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 Папа.